В церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи выступили трое ивановских танцоров. Артем Серов и Евгений Чесноков – воспитанники студии современной хореографии «Возрождение». Встретиться с ними и поговорить нам удалось в последние часы перед церемонией открытия игр. Три месяца ребята непрерывно готовились и все это время не имели возможности погостить дома. Только один выходной было в воскресенье, и мы занимались с утра до вечера, получается, ну, 11-12 в свой день, получается. Конечно, мы уставали, но все равно один выходной сразу спасал нас, мы отсыпались, выходили на работу. Сначала ребята репетировали в Москве, потом в Краснодаре. Завершающий этап – сцена Фишта. Выступать на ней очень почетно и очень волнительно. Путь к церемонии открытия был долгим и трудным. Изначально мы вообще не знали, для чего мы это делаем, какое-либо движение, какую-то ли мы хореографируем. Естественно, мы, в общем, путались в этом, но потом нам объяснили суть всего шоу, нам отчасти показали, проверили, что должно из этого получиться. Мы поняли, мы этим зарядились, мы начали работать, естественно, в этой сфере. Понимать самих хореографов, даже иностранных. Но и со временем, естественно, в Краснодаре было уже попроще. Вот. Сложность была только в том, что к нам добавилось в Краснодаре еще 500 человек волонтеров. У нас стала огромная-огромная масса, которая должна работать в унисон, которая должна быть одной единой командой. Ребята очень скучали по дому и шлют из Олимпийской столицы свои приветы. На сцене Фишта парни выступили в самом конце, в той части шоу, которая посвящена 20 веку, а именно революции. Я даю привет всем родителям, особенно маме, папе, бабушке, руководителям всем, всем нашим коллективам, особенно. Всем привет. Я безумно-безумно соскучился по своему родному городу. Естественно, я соскучился по своей работе, по коллективу возрождения, где я работаю и занимаюсь с детьми. Я соскучился по дому, я соскучился по маме с папой. Ну, в общем, по всем своим родным, близким, по друзьям, знакомым. Конечно, здесь масса впечатлений, это здорово, но все-таки дом есть дом, и, естественно, очень хочется домой. Антон Буланкин – еще один Ивановец, участник церемонии открытий игр. Весной он отправил заявку и только ближе к Новому году удостоверился, что прошел отбор. В отличие от Артема и Евгения, которые вышли на сцену только один раз, Антону посчастливилось выступать дважды. Будет всего два выхода, то есть основной, на который мы готовились большую часть времени. И, кроме того, мы будем еще открывать саму церемонию открытия в самом начале. Там будет тоже красиво, очень красиво. То есть декорации красивые. То есть нет очень серьезной подготовки здесь на студии «Бифишт». То есть все достаточно серьезно, именно поэтому очень здорово, что удалось здесь участвовать. Ребята готовились к церемонии открытия как к самому главному выступлению в своей жизни. Наиболее волнительным для зрителей стал момент зажжения главного факела в Олимпийском парке. Завершил церемонию открытия грандиозный фейерверк. Цветные залпы взмыли в небо как над самим «Бифиштом», так и около главного факела в виде символических Олимпийских колец и латинской цифры 22. Композицию дополнил светодинамический фонтан у подножия чаши Олимпийского огня. Елена Белова, Любовь Почерникова, РТВ Иваново, Олимпийский парк, Сочи.